Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале Mirror at Fishing. В этом видео хочу вам показать данные воблеры, которые мне пришли от Allblue и от Birking. Это, как вы видите, копия на Balisson Longbill 130. Хочу, чтобы вы посмотрели, так сказать, вблизи визуально на эти воблеры, на покраску, на внутренности, как что там расположено. Ну и сразу говорю, что на супер обозревателя по приманкам я не претендирую, потому что крас-тесты проводить я не буду, ни к чему это мне. Ну и показать их нью-игру нет на данный момент такой возможности. Просто посмотрите и будет вам как сбор информации до покупки этих приманок. Давайте начнем с Allblue. ТТХ воблеров вы сейчас видите на мониторах своих экранов. Вот такая лопаточка массивная. Система дальнего заброса шары. Довольно-таки крупные. Воблер очень шумный. Ну погнали смотреть по расцветкам. Скажу вам, ребята, такую одну как бы особенность, что вот этих воблеров, вот Allblue, шарики в головной части, не на пружинке, а просто как в обычных воблерах, находятся в своем отсеке, и просто туда-сюда перекатывается, пружинка там отсутствует. Ну так, на просвет, если посмотреть, то видно. Но на камеру я этого не передам. Следующий воблерок, такая натуралочка. Такая расцветка на других воблерах, довольно неплохо работала и по крупной щучке. А вот воблеры Биркинг. У Биркинг, ребята, я думаю, вам видно. Шарик на пружине, и он там вибрирует. Я думаю, что вот эти воблеры будут более уловисты. Два шара между петлями, один стационарно, и один для разгона, так сказать, вообще через, почти через весь воблер, уходит в хвостовую часть. И вот такая интересная раскраска от Биркинг. Молограмма. Давайте посмотрим, ну так, для сравнения, видно какие-то, или нет. Вот такие два воблера, All Blue, Биркинг. Будем смотреть на водоемы, что они из себя представляют. В Ютубе уже полно информации про эти воблера. Кто ищет, тот найдет. Ну, а я вот еще вам покажу ихнюю плавучесть на домашнем полигоне, так сказать. Ну, начнем с вот такой расцветочки. Это Биркинг. Глубина моего водоема не позволяет полностью посмотреть, но, насколько я вижу, все-таки плавающий. А второй... Ну, точно такой же плавучести. Кстати, на вот этом прозрачном вида видно, как там шарик вибрирует на пружинке. Прикольно. Я думаю, дополнительная какая-то вибрация все-таки, ну, все равно будет присутствовать. И щука больше будет внимания обращать на данные воблера. Теперь Алблюшный. Ну, тоже точно так же ведет себя следующий... Ну, и еще один Алблюшный. Точно так же. Ну, вот, оставил один Алблюшный и Биркиноцкий воблер. Вот такие воблерочки. Все, всем спасибо за просмотр, за подписку. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...